Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 25 января. И сегодня у президента Украины Владимира Александровича Зеленского день рождения. Мы хотим пожелать, я от себя лично и от вас зрителей, и хотим пожелать ему, чтобы он достиг главной цели, привел Украину к ее победе, нашу страну, в этой кровавой войне с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета нашей страны. И сегодня мы начинаем с напоминания о том, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих для производства дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом Незламни Сердця. Сегодня, как я и обещал ранее, по мере поступления я буду вам демонстрировать видеоролики, которые записывают как наши бойцы со словами благодарности за дроны, так и сами волонтеры, отвозя очередную партию дронов на линию фронта. Кстати, сейчас пошел конвой опять в зону боевых действий с дронами, в том числе с дронами, на которые вы задонатили и которые собрали волонтеры фонда Незламни Сердця. И один ролик нуждается в комментарии, это показ, как работает этот FPV-дрон, который собирает волонтеры на ваши донаты, на вашу помощь, благодаря вашей помощи, вашему финансированию. Он ищет, очень интересно посмотреть, вот обратите внимание, дрон ищет вход в блиндаж. Был обнаружен блиндаж дроном-разведчиком, прилетел дрон FPV, полетал вокруг этого блиндажа, нашел вход и ломанулся прямо в середину без стука в гости, что называется. А потом повтор уже видно с дрона-разведчика, вы видите, там очень хорошо видно маневры вот этого FPV-дрона. Просто великолепное зрелище. И все это благодаря вашей помощи. Поэтому наш девиз «Дроны как патроны» их много не бывает, остается в силе, война продолжается, борьба с врагом продолжается и наша просто священная обязанность помочь нашим военнослужащим, нашим силам обороны в борьбе с врагом-окупантом, который пришел на нашу землю. Поэтому смотрите еще два ролика, наслаждайтесь и не забывайте донатить. Наши вітання, дорогие друзья. Завдяки вашим донатам мы зібрали и плануем передать наступную партію дронов для наших военнослужащих на Бахмутскому напрямку. Друзья, мы щиро благодарны всем подписчикам каналу Олега Жданова и всем, кто донатит и поддерживает. То же разом до победы! Слава Украине! Героям слава! В результате боевой работы уничтожено 11 шахедов в пределах Одесской и Николаевской областей. Оккупанты дважды атаковали Одессу ударными дронами. К сожалению, есть пострадавшие, есть разрушение жилой инфраструктуры и гражданской, жилого фонда, точнее гражданской инфраструктуры. Ну, вы все видели эти фотографии и поврежденные многоэтажка, новая. К сожалению, продолжается ликвидация последствий. Количество пострадавших и погибших уточняется на данный момент. На момент записи этого видеоролика известно о двух пострадавших в Одессе. Дай Бог, чтобы не было убитых. Так что вот такая вот ночь неспокойная была в эти сутки. А в прошедшие сутки на линии фронта произошло 58 боевых столкновений. Немножко боевая активность упала практически в два раза от пиковой. Было больше 100, сейчас 58. Но все равно враг продолжает атаковать на самых таких, будем говорить, активных направлениях. И за прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 97 авиационных ударов. Совершил 121 обстрел из реактивных систем залпового огня. Огонь ввелся как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам и населенным пунктам в прифронтовой полосе. На всю глубину досягаемости огневых средств противника. В результате этих террористических атак со стороны Рашистской Федерации есть убитые и раненые среди гражданского населения. А также разрушение получил жилой фонд и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары вражеской авиации в основном наносились в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь Рашистской артиллерии попало более 100 населенных пунктов. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, которая начинается с Волынского и Полесского направления, здесь оперативная обстановка остается без существенных изменений, она стабильна и контролируема. На Северском и Слобожанском направлениях тут тоже можно сказать, что обстановка остается здесь намного сложнее, чем на Северском и Полесском направлении, точнее на Волынском и Полесском направлении, ввиду того, что враг на Слобожанском направлении применяет авиацию, а на Северском и Слобожанском направлениях применяет артиллерию для обстрела нашей территории. Также пытается проводить диверсионно-разведанную группу, засылая деятельность, засылая ДРГ на нашу территорию. Мы проводим контрдиверсионные действия с нашей стороны по недопущению проникновения ДРГ противника. Ну и с обоих сторон и враг, и мы укрепляем государственную границу, превращая ее в рубеж обороны. Далее у нас идет линия фронта, и зона ответственности оперативно-стратегической группы войск хортится. Начинается она с Купинского направления. Здесь ситуация немножко стабилизировалась. Линия фронта остается без изменений. Самым горячим местом на Купинском направлении или участком фронта остается Синьковка. Враг продолжает ее штурмовать. Вот сколько месяцев, да, и какое упорство проявляет враг, штурмуя вот этот населенный пункт. Я уже вам рассказывал, что они пытались его и с севера обойти, и с юга обойти. Ничего не получилось, но они продолжают. Они только перепрыгнуть его не могут. А так они продолжают биться головой о стену, каждый раз неся огромные потери, как в личном составе, так и в технике. Но линия фронта остается без изменений. И соответственно мы сохраняем свои позиции. И отбить шесть атак было предпринято врагом за прошедшие сутки. Все атаки были безуспешны. Лиманское направление. Тут наши воины отражали атаки в районе населенного пункта Тернов, восточнее Дебровы. Четыре атаки предприняли оккупанты. Здесь Лиманское, кстати, направление более активное, чем Купинское. На Купинском видно, они подвыдохлись очень сильно. Особенно, видимо, соединение первой танковой армии. Она там в основном действует, на Купинском направлении. Но здесь 25-я армия пытается, общевойсковая, показывать какие-то навыки введения боевых действий. Почему говорю какие-то? Потому что, судя по тем потерям, которые несут рашистские войска, уровень обученности личного состава крайне низкий. Крайне. Что нам на руку и что дает нашим войскам возможность успешно отражать атаки врага. Так вот, на северной части этого оперативного фронта четыре атаки. На южной части, это в районе Макеевки, Серебрянского лесничества, пять атак противника отразили наши войска за прошедшие сутки. Линия фронта без изменений. Кстати, она на южном фланге Лиманского направления, она более-менее стабилизировалась. Далее Бахмутское направление. Тут враг пытался атаковать, точнее, в районе недалеко от Васюковки, Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Самые ожесточенные бои идут за господствующие высоты, особенно в районе Клещиевки, Андреевки. Враг несет колоссальные потери, но при этом успеха не добивается. И фактически линия фронта остается без изменений. Мы отражаем атаки врага, их было семь за прошедшие сутки. И все они были безуспешными. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия на Авдеевском направлении. Тут враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши войска продолжают стойко держать оборону, нанося захватчикам максимальные потери. Северный фланг четыре атаки в районе самой Авдеевки и еще на южном фланге в районе Первомайского и Невельского восемь атак противника было отбито. Но надо отметить, что враг на востоке Авдеевского плацдарма имел частично успех. И в результате интенсивных атак и использования, да, я был прав, что назвал, что канализационные коллекторы не использовали. Действительно, они вырезали трубы в коллекторе с помощью болгарки и вынимали их и, соответственно, двигались по этому коллектору. Есть даже, кстати, фотографии, где рашистский солдат стоит по грудь в дерьме. Потому что, ну, трубы же не порезали, все, что было в трубах, вылилось в этот коллектор. И вот они, кстати, с третьей попытки, надо рассказать вам, первая попытка была неудачная. Не смогли они пролезть, они расчищали в основном проход. Вторая группа пошла, это спецназ ГРУ, Главного разведуправления, сейчас называется просто Главное управление Министерства обороны и РФИ. Вот этот спецназ, хлюпая и булькая в дерьме, попытался пройти по этой трубе. Вторая группа не дошла до наших позиций или до конца коллектора, где они выходили на поверхность, из-за нехватки кислорода. То есть, представляете, какие там выделения, какой там ванизм, они чуть не задохнулись, они вернулись. И только с третьей попытки, третья группа, да, дошла и им удалось вылезти из этих колодцев. И, соответственно, они нанесли удар по нашим позициям. Вот такая вот история приключилась с плаванием в дерьме расистских военных. И только благодаря этому, фактору внезапности, им удалось достигнуть частичного успеха. Ну, а сегодня мы говорим об успехе, частичном успехе врага в районе девятого квартала. Это квартал с высотными домами на окраине города. Довольно новые постройки. И, соответственно, это то, о чем я говорю, что начало уличных боев. В самой Авдеевке. На карте вы видите вклинение. Это в основном район вот этого развлекательно-отдыхательного центра «Царская охота». Ну, посмотрим, насколько они смогут удержать эту позицию. И пока ситуация настолько там шаткая, что вполне возможно, в результате контратакт наши войска либо срежут этот выступ, очень напрашивается такое развитие событий, либо продолжат оборонять позиции, уже удерживая линию фронта, вот именно в такой конфигурации, как она сейчас выглядит. Ситуация там остается стабильно тяжелой. Они продолжают лезть, но бойцы сил обороны сдерживают штурмы с помощью сбросов. Кстати, вот дроны выручают. То, о чем мы говорим с вами. И те, которые сбрасывают, и те, которые камикадзе, типа FPV, на которые я вас прошу донатить. И, соответственно, они прибывают в бригады, и вот эти сбросы, видите, спасают, сбросы портят атаки еще перед их началом. То есть, разведке удается обнаружить районы спешивания вражеской пехоты, потому что броня подвозит, спешивает пехоту и уходит. А пехота потом выстраивается уже в штурмовые группы и начинает штурм. Так вот, за счет сбросов с дронов, вот это построение боевого порядка удается разрушить. Иногда даже активность наших дроноводов, так можно, наверное, назвать их, настолько эффективна, что враг отказывается от атаки. И это спасает пехоту в окопах. Нашу пехоту. Вот чем это примечательно. Вот такая обстановка на Авдеевском направлении. Марьинское направление. Тут наши воины продолжают сдерживать оккупантов возле Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. И отбили 9 атак противника. Враг Новомихайловку, кстати, уже удалось довольно стабилизировать. Они там уже практически атакуют, но не так яростно, как раньше. И пытаются обойти Новомихайловку в направлении Георгиевки. Но тоже у них ничего не получается. Тоже линия фронта стабилизирована на сегодняшний день. И, соответственно, здесь тоже, кстати, за счет сбросов с дронов удается наносить врагу довольно существенные поражения. И тем самым, в том числе, срывать атаки построения перед атакой вражеской пехоты. Вражеские штурмовики. Далее Шахтерское направление. Здесь было две атаки противника. Южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского. Но атаки были не столь мощными. Наши войска их отбили успешно. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Шахтерском направлении не изменилась. Далее Работинский плацдарм. Тут одна атака была в районе Работиного. Это Запорожское направление. Больше враг попыток атаковать наши позиции не предпринимал. Видимо, сил и средств на большее нет. Там вообще, ему отмечается, в Запорожское направление, довольно большое снижение интенсивности боевых действий. Далее у нас остается зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. На Херсонском направлении. Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятие по наращиванию усилий на плацдарме, его боевых потенциалов на левом берегу Днепра. Но и враг тоже, несмотря на огромные потери, просто трудноописуемые потери, которые несет враг. Причем как в личном составе, так и в бронетехнике. Но, тем не менее, 7 штурмов предприняли за прошедшие сутки, расистские войска. Все 7 штурмов были безуспешными. Наши отбили их, нанося довольно ощутимые потери врагу. Наращивает боевой потенциал, наращивает, увеличивает количество огневых средств, увеличивает количество личного состава на этом плацдарме. Проводят ротацию подразделений. Это к вопросу, точнее ответ на вопрос, что значит наращивать боевой потенциал. Но сведений о расширении плацдарма пока ожидаем от нашего генштаба. Но я думаю, что есть продвижение наших войск, может быть не в глубину, но в ширину точно есть. То есть плацдарм расширяется. А так подождем официальной информации, что нам скажет генштаб, в каком виде сейчас и как выглядит сейчас этот плацдарм. Но, во всяком случае, населенный пункт Крынки держится довольно уверенно и наносит врагу существенные потери. Ничего не помогает вражеской пехоте преодолеть или подвинуть даже хотя бы на метр или на сантиметр наши войска в сторону Днепра. Ну и пару слов об оккупированных территориях. Тут, помните ли, Иловайск нам печально известный, за которым мы еще будем разбираться после войны с нашими военачальниками и политиками. Но сейчас о том, что в районе Иловайска там организован военный полигон, где проходит обучение так называемые ополченцы, то есть мобилизованные на оккупированных территориях, подразделения так называемых ДНР, народная милиция, она там по-моему их называлась. И там же организовали школу операторов-беспилотников, школу дроноводов. Наша разведка узнала о том, что там эта школа организована и это, кстати, вот о плацдарме, куда мы достаем. И наши силы обороны с помощью таких реактивных систем залпового огня, как Хаймарс, нанесли удар. 24 января в районе 15 часов местные жители сказали, что был обстрел на военном полигоне в районе поселка Покровка. Есть погибшие и раненые среди расшистов. Их точное количество на момент удара было неизвестно, но потом позже российские СМИ, подчеркиваю, российские, так что ничего я не выдумываю, это уже информация от врага, сообщили 24 погибших и 4 раненых. То есть удар точно накрыл казарму и учебные классы школы операторов-беспилотников. Так что вот этих пилотов и пилитронов мы уничтожили. Было много сообщений в российских пабликах и о скрытности, о маскировке и о всем остальном. Но вот такой вот успех наших артиллеристов, которые нанесли удар по полигону в районе Иловайска. Далее, в течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. А подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по району сосредоточения, одному району сосредоточения личного состава и техники врага. В результате ориентировочные потери за прошедшие сутки вражеские в целом составили. В личном составе 950 оккупантов, в технике и вооружении в танках 30 единиц, в боевых бронированных машинах 42 единицы, в артиллерийских системах 59 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в средствах противовоздушной обороны 1 единица, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 35 единиц, крылатые ракеты 2 единицы, автомобильной техники 39 единиц и специальной техники 4 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватово до Олешек. Ну и хочется рассказать об одной, прежде чем мы перейдем к следующему разделу, у нас есть очень хорошая новость от нашей службы безопасности Украины. Вот у нас СБУ такое активное на линии фронта. По спецоперациям, спецслужба по спецоперациям просто не дает нам возможности расслабиться. И о чем хочется рассказать. Служба безопасности Украины нанесла второй за эту неделю мощный удар по нефтегазовой инфраструктуре врага. Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Это стало очередной целью службы. Два мощных взрыва сегодня ночью, там начался масштабный пожар. Повреждение получила установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно вакуумные атмосферные колонны. То есть это основа химического производства. Мы именно, вот очень важно обратить внимание, что мы не... И то же самое СБУ сделало на Усть-Луге в Ленинградской области. Первый удар, который был донесен по нефтяному терминалу на Балтике. Важно, танки, точнее эти самые емкости с топливом, с нефтью, с газом, это можно восстановить и наполнить. Главная технология производства. Если технологическая цепочка разрушена, а именно это было в Усть-Луге, там СБУ нанесла наши дроны, от службы летят бобры. Уже мем становится в интернете, благодаря там одному видеоролику, где расисты молятся, возмущаются, что бобер летит и молятся, чтобы его сбили. А он все спокойно продолжает путь. Так вот, бобры прилетели именно в печи, которые обеспечивают сам химический процесс нефтеперегонки и компрессорное сжижение газа. Теперь, чтобы запустить производство, там, кстати, благодаря первому удару СБУ по Усть-Лугу практически до рекордного минимума упал экспорт нефти и газа Рашистской Федерации, которые отправлялись именно морским путем. И сейчас второй удар это Туапсе. И тоже именно по самому производству, по производственной цепочке. Даже если они ликвидируют, ну там есть уже информация, что пожар вроде бы как локализовали, но это не значит ликвидировали, значит гореть продолжают. Но даже если они его ликвидируют, то надо отстраивать все по новой. То есть это надо демонтировать старое оборудование, вывозить это все, завозить новое оборудование. А оборудование-то импортное. Поэтому вот в чем. Это стратегические удары по нефтегазовой отрасли Рашистской Федерации. И служба берет именно ориентир на стратегические объекты, которые влияют на ход боевых действий. Как оно влияет, объясняю. Дело в том, что если нефть не перерабатывать, то соответственно емкости постепенно заполняются. Дальше ее девать некуда. Надо там панировать скважины. Останавливать добычу нефти. Ну и переработанную нефть тоже девать, точнее не переработанную нефть, соответственно ее некуда девать. И нехватка топлива возникает. Возникает дефицит топлива, который так необходим. Группировка в 460 тысяч, мы говорим, что там около 2000 танков, их надо заправлять. Это почти тонна, на каждый танк там почти тонна топлива уходит. Если это Т-80, то там полторы тонны авиационного керосина. А остальные то на дизеле. А авиационный керосин и дизель, они производятся из одного сырья. Вот такая вот. И еще обращаю ваше внимание на то, что между двумя объектами нефтеперерабатывающих отрасли Эрефии, по которой был нанесен удар, 2000 километров. То есть где Санкт-Петербург, где Усть-Луг, Ленинградская область, и где Туапсе находится практически на Черноморском побережье. Соответственно, глава службы Василий Малюк считает это приоритетным направлением. То есть перенос войны на территорию врага и разрушение, ну будем так говорить, объектов, которые могут повлиять на ход боевых действий, это сегодня приоритет службы безопасности Украины. Вот такая вот. Ну, кстати, мы еще посмотрим, потому как Василий Малюк еще обещал, что будет очень много боевых в Крыму. И мы ждем, когда наши надводные, подводные и воздушные дроны продолжат операции и в украинском Крыму. И где-то там на очереди маячит Крымский мост. Не останется он без внимания. Я думаю, что недолго ему еще осталось мылить глаз нам, украинцам, на сегодняшней, в ближайшей перспективе. Вот такую вот спецоперацию провела СБУ. Ну, а теперь поговорим немножко два слова о военно-политической обстановке, которая складывается в Украине и вокруг нашей страны. И начнем мы с Венгрии. Премьер-министр Виктор Орбан попал в очень такую, я бы сказал, щекотливую или щепетильную ситуацию. Он хвастался, хвастался, что не будет Венгрия последним. Венгрия оказалась последним. Турецкий парламент ратифицировал членство. Он попытался шантажировать Швецию. Швеция поставила его на место, сказав, что нет оснований для визита и каких-либо переговоров по вопросам. И вот уже Орбан начинает оправдываться. Он начинает обзванивать, начиная с Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, и других политиков в Европейском Союзе. И оправдываться, что Венгрия никогда не была против вступления Швеции в НАТО. Что Венгрия всегда поддерживала Швецию в вступлении в НАТО. И что при первой же возможности венгерский парламент будет голосовать за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. То есть, и по нашему вопросу, уже министр иностранных дел Венгрии заявляет о том, что Венгрия проголосует 1 февраля за выделение пакета помощи в размере 50 миллиардов евро для Украины, рассчитанного до 1927 года включительно. То есть, вот такая вот, получается, что за что боролись, на то и напоролись. И выпендрился, выпендрился, хотел показать себя большим перцем и очень значимым политиком, в результате стал белой вороной во всей политической стае европейского континента. Вот так вот иногда бывает с политиками. Ну и сегодня, наверное, большая часть новостей будет посвящена новостям, а нет, продолжим еще немножко по международной. Министр экономики Израиля Нир Баркат в газете «Телеграф» сообщил, что Иран является законной целью израильских ракетных ударов. Очень серьезное заявление, скажу вам. По его словам, Израиль может позволить себе продолжать войну, каким бы масштабным ни был кризис. А война с Тегераном – это тоже действительно большая возможность. Вот так вот оценил министр экономики ситуацию. Ну, в принципе, ничего нового не сказал, но я вам скажу, что когда-то должностное лицо делает такие заявления, это говорит о том, что в любой момент израильская авиация и ракетные войска могут нанести удар по военным объектам Ирана. Включая ядерный центр в горах, который Иран там пытался, пытался секретно строить и закапывать, но, как оказалось, для МОСАДа это не проблема – узнать точное местонахождение иранского ядерного центра, вплоть до того, что в какой горе, с какой стороны вход и на какой глубине. Я напомню, там даже была лет пять назад проведена уникальная операция, вынесли полтонны бумажных документов, я так понимаю, унесли весь архив. Как это удалось сделать израильской разведки, я думаю, когда-нибудь в мемуарах прочтем, но сам факт такой операции, плюс ликвидировать, ну, кто ликвидировал, мы точно не установили на сегодняшний день, но с дистанционным способом пикап с пулеметом расстрелял ведущего физикоядерщика Ирана. А сейчас, видите, уже министр экономики Израиля говорит, что для израильских ракет это абсолютно легитимная цель и законная цель военные объекты Ирана. То есть, может быть, удар нанесен, может быть, в любой момент. Далее у нас Франция. Франция нас порадовала, просто не сказано. Франция передала Украине еще две реактивные системы залпового огня М270ЛРУ. Я поясню, что это такое. Это про отец Хаймерса, вот так будем говорить. И эта М270, она мощнее, чем Хаймерс, тем, что это та же самая установка, тот же самый боеприпас, тот же самый пакет на шесть снарядов, только их два. На гусеничной базе и пусковая и направляющая состоит из двух пакетов. То есть, один залп М270 это 12 снарядов. У Хаймерса один залп, это шесть снарядов. Хаймерс берет на борт один пакет снаряженный. И, соответственно, по ракетам та же самая картина. Хаймерс берет одну ракету Атакумс, ну, в любом варианте, просто одну ракету Атакумс, она в пакете одна. А М270 берет две ракеты Атакумс, соответственно, потому что у него двойной пакет. И теперь мы имеем таких пусковых установок четыре штуки. То есть, с нашего полку прибыло. Считайте, что либо два М270, либо четыре Хаймерс. Это вот такая аналогия. Единственное, как бы, в чем уступает М270 Хаймерс, это в скорости. Потому что колесная база двигается быстрее, чем гусеничная. Ну, для нас это не проблема. Далее, Украина начинает в этом году, несмотря на боевые действия активные, несмотря на, казалось бы, такую тяжелую ситуацию, мы начинаем строительство четырех новых атомных реакторов. Два из которых будут делаться на деталях расистского производства. Но это детали, которые были закуплены ранее. Потому что, ну, была атомная энергетика, общая советская, естественно, затачивалась под, как бы, а производители, часть производителей осталась на территории РФ и после распада Советского Союза. И, насколько, как сказал министр энергетики, он заявил это в интервью Рейтерс, что два реактора будет с использованием деталей российского производства, которые были куплены, закуплены ранее. Но они долговечные. И остальные, еще два реактора будут уже полностью западно построены по западным технологиям. И все четыре реактора будут достраиваться на Хмельницкой атомной электростанции. Там площадка на шесть реакторов. Она должна была быть по планам Советского Союза, она должна была быть такая же, как и Запорожская. Тоже на шесть реакторов. И, кстати, Хмельницкая ближе находится к Европейскому Союзу. И я так понимаю, потому что у нас уже будет 19 блоков. Сегодня 15 блоков в Украине. Всего атомных, все гигаваттники по мощности. И вот здесь четыре тоже гигаваттника будут строиться. Плюс еще четыре блока. Соответственно, мы будем уже экспортировать электроэнергию. И как раз там Бурштиновский остров, Бурштиновый остров так называемый. Это откуда начиналось соединение энергосистем Украины и Европы. Рядышком с Ровенской и Хмельницкой. Вот принято решение достроить Хмельницкую до полной мощности. То есть еще четыре реактора поставить. Кстати, Ровенскую и Хмельницкую достраивал РАО ЕС перед началом войны. Их в 2014 году помогали нам в достройке реакторов на Хмельницкой и Ровенской станции. Соответственно, на Хмельницкой сейчас два реактора рабочих. И вот еще есть площадка. Там, кстати, на третье здание уже частично готово. Еще с тех времен старых будем говорить. Поэтому, наверное, и принято решение, что максимально использовать все, что есть для постройки этого реактора. Но, тем не менее, мы строим. А это говорит о том, что небо будет закрыто. Что безопасность строительства будет обеспечена. И это нас очень, в принципе, очень радует. Что у нас такая перспектива, если мы начинаем стройку на атомных объектах. И еще одна новость. Наконец-то мы услышали с вами цифру, сколько же приблизительно наших военнослужащих находится в плену у расистских оккупантов. В связи вот с этим разгоревшимся скандалом по сбитию ИЛ-76, мы сегодня об этом поговорим еще раз подробно. Вчера мы об этом много говорили, вчера были версии, сегодня уже будет более такая, я бы сказал, констатация факта. Так вот, более 8 тысяч украинцев гражданских и военных находятся в расистском плену на сегодняшний день. Об этом сообщил представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк. В настоящее время выполнено 49 обменов и возвращены домой 2828 человек. То есть почти 3000. Из них 2681 военный и 147 гражданских. В плену на сегодняшний день находится более 8 тысяч военнослужащих наших. Из них более 1600 гражданских. Но десятки тысяч людей гражданских и военно-пленных находятся в статусе пропавших без вести. То есть, к сожалению, мы не знаем их судьбу. И определить ее сейчас очень тяжело, потому что расистская администрация, расистское командование не идет на контакт. И вот такие вот выпады, как с самолетом вчерашний, они используют, видите, одно из первых заявлений больше никаких обменов. Причем здесь обмен к тому, что вы Friendly Fire дружественным огнем сбили свой самолет. Это сегодня самая вероятная версия на сегодняшний день. Так что вот такая цифра на сегодняшний день фигурирует в официальных источниках. Таранюк это сказал во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и разнообразия при Министерстве иностранных дел Украины. И вот мы плавно с вами подходим к событиям за поребриком. Итак, что по Ил-76, что выясняется? Выясняется, что самолет находился в воздухе как раз в тот момент, когда ввелся интенсивный обстрел города Харькова. И ракеты комплекса С-300 летели на Харьков. Вполне возможен и очень даже возможен вариант того, что ракета переориентировалась на самолет. Это такая огромная цель пропустить ее глухой да не услышит, слепой да не увидит. Вот ракета могла переориентироваться и, соответственно, сбить этот самолет. Но мы как бы очень переживали изначально и продолжаем переживать по поводу того, что были или не были там наши пленны. Естественно, от Украины поступило предложение, чтобы Рашистская Федерация допустила международное расследование данного инцидента. Это абсолютно нормальная практика, тем более же Россия всегда из себя корчит миротворца и говорит о том, что они же там открыты и готовы ко всему. Так вот, как только поступило такое предложение от Украины, мы не просимся, понимаем ситуацию, не просимся, но просим допустить туда международную комиссию по расследованию авиакатастроф. Но тут же появилась говорящая голова Кремля по фамилии Песков, который сказал, что Москва против международного расследования крушения ИЛ-76 в Белгородской области, о необходимости которого накануне заявляла Украина. А что случилось? А чего же вы так боитесь попустить туда? То есть, заседание Совбеза ООН, которое сегодня, кстати, проходит, вот сейчас пока пишется этот ролик, должно было быть завтра, там председательствует Франция в Совбезе, и на завтра вообще-то назначали, но по просьбам и там еще, да, как сказали, такой каламбур получился, Лаврову сказали, все равно ИЛ вас ждет, правительственный самолет ИЛ-96, по-моему, да, на котором прилетел Лавров, ему дали краткосрочную визу в Соединенные Штаты, может, кстати, с этим связано, и Франция согласилась сегодня провести Совбезу ООН, потому что Лаврова ждет ИЛ, и все равно ему лететь домой. Отпуск в демократию для него уже закончился. Так вот, получается, что кроме голословных заявлений, ни о каких конкретных шагах в плане расследований, в плане предъявления доказательств, Рашистская Федерация сделать не может. Еще один момент такой, если, если предположить, что на борту было 65 наших пленных, то и Рашистская Федерация говорит, что конвой составлял 3 человека, 68, плюс 3 члена экипажа, 73. Так вот, врут негодяи. Почему? Потому что открываем приказ номер 140 от 7 марта 2006 года Рашистской Федерации, ФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний. Так вот, обыкновенный конвой назначается из расчета, цитата из приказа, 2 конвоира на 1-2 конвоируемых, 3 конвоира на 3-6 конвоируемых, 7 конвоируемых на 7-10 конвоируемых. То есть, на борту самолета должно было находиться приблизительно 110-120 человек. То есть, порядка 50 человек должно было быть конвоиров. Вы же понимаете, какое количество людей? Какое количество тел? Там должно было быть все усеяно телами и фрагментами этих тел. Все должно было быть в крови. Но ничего нет. Показали только 3 тела, или, по-моему, 4, которые, скорее всего, это члены экипажа. А здесь четко приказ расписывает, сколько конвоируемых должно быть. Даже с учетом того, что они нарушили приказ и не выполнили его по количеству половины конвоиров. Это 30 человек должно было быть на борту для конвоя военнопленных, если они там действительно находились. Это один нюанс. Из-за поребрика. Теперь дальше продолжаем. Мы же знаем, что в РФ идет активная предвыборная кампания. 17 марта. Так вот, понятно, что Путин ее практически не ведет. Поддержка нарисует столько, сколько надо. Кстати, на мой взгляд, легитимность Путина 17 марта будет прекращена. Потому что это уже не выбор, это уже просто фарс. Это назначение и продление, как бы, самостоятельное продление полномочий. И мне кажется, Запад именно так и отреагирует на это. Они, кстати, поэтому и хотят, чтобы какой-то визит, какие-то эти, чтобы легитимизировать Путина, ну, хоть как-то в этой старой новой ипостаси. Так вот, новая проблема возникла в ходе предвыборной кампании. Проблема ЖКХ. Дело в том, что война против Украины и сокращение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство привели к массовым отключениям тепла и электричества на территории РФ. В условиях зимы и Путину придется срочно решать эту проблему, потому что, ну, надо что-то делать. Кремль обратился, отдавая приоритет военным расходам, уменьшали дотации со стороны, точнее не дотации, а называется, ассигнование от Москвы в регионы на содержание, ремонт и обслуживание ЖКХ. Это было все сокращено максимально, потому что все расходы были направлены, ну, бюджет они написали военный, 30%, рекордное количество денег на войну. Местные власти очень вяло отреагировали на призыв Кремля выделить из собственных нужд, выделить деньги на обслуживание и ремонт ЖКХ. Естественно, там это все пропустили мимо ушей, и вот получился такой коллапс. Они, кстати, продолжают мерзнуть, я не слышал ни одного сообщения, где восстановили котельную, заварили трубы, отогрели эти трубы и запустили по ним отопление. Потому что все во льду, все повымерзало. И этот электорат, как говорится, хочет хлеба и зрелища. Зрелище у них огромное, теперь надо хлеба, ну, хлеб в виде тепла надо подать, а его нет. И вот этот вопрос надо срочно решать, потому что к марту народ уже, когда начнет таять, дома будут сырые, промерзшие за зиму. И люди будут сидеть в холоде и сырости. Но это же не конец всей этой истории. Новые грани коммунального коллапса. В Оренбургской области произошел взрыв, внимание, взрыв центральной фекальной станции. Очистных сооружений, ну, грубо говоря. Один человек погиб, трое пострадали, шестеро оказались под завалами. Ну, это полбеды. Дело в том, что отвод канализации, если его прекратить, надо выключать воду. Потому что начнут образовываться лужи и озер, и она всплывет. Если некуда выкачивать, станция не работает фекальная, то вся эта канализация потечет сейчас сначала в подвалы, а потом будет озерами стоять на улицах. Пока мороз, это еще и то. Вы же представляете, какая вонища начнется, какой коллапс. Но как только плюсовая температура, 0,1, сразу же начнется ухудшение эпидемиологической обстановки. Что может вызвать массовое заболевание в этих регионах или в этих районах, где произошла эта авария. Вот такую еще добавил, Оренбург добавил вот такую, вот такую. И теперь это надо как-то восстанавливать, вывозить, восстанавливать. То есть, еще одна проблема накладывается. И самая главная проблема, вишенка на торте, сегодняшнего военно-политического блока, это то, что почти половина промышленных предприятий Эрефии осталась без квалифицированных кадров. Кадровый голод, охвативший Эрефию после начала войны против Украины, в результате мобилизации, эмиграции сотен тысяч людей, установил новый рекорд. В январе 2024 года на недостаток квалифицированных специалистов пожаловалось 47% руководителей промышленных предприятий. Ну, мы скажем «Аллилуйя», хорошо. Вот поэтому ракеты падают в поле, взрываются в деревнях, куда они упали, как в Воронежской области. Поэтому они не попадают в цель, и для нас это намного лучше, чем они бы поражали эти цели. Именно поэтому, что рабочей силы не хватает, и особенно квалифицированной рабочей силы. На военно-промышленный комплекс это самая сложная отрасль экономики. Она требует очень квалифицированных кадров, потому что даже элементарные выверки прицельных приспособлений, а без этого не обходится ни одна система вооружений. И если ее делать так-сяк, то танк будет стрелять куда попало, будет бить белой светке как в копеечку. Вот такая вот ситуация. И эту проблему тоже надо решать. Но как? Все уже на фронте, а иных уж нет, а те далече. Как говорил классик в свое время. Вот такая военная, военно-политическая обстановка складывается в мире и вокруг нашей страны. И главное, что у нашего врага именно вот такая вот нехорошая, для нас хорошая, позитивная обстановка для них нехорошая складывается. Что ж, на этом мы с вами первый раздел закончим. Я по традиции сделаю паузу. Вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал. Кто еще не подписан, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня, вот очень интересный вопрос, я его специально взял, хочу ответить. Прозвучит следующим образом. Вопрос лично к вам, то есть ко мне. В ваших эфирах столько ненависти к России, а также к СССР. Называете СССР совком. Хаяти, на чем свет стоит. Но при этом служили в вооруженных силах Советского Союза. Как понять, что вы сделали? Вы были диссидентом, поддерживали Сахарова? Это академик советский был. Отец, кстати, атомной бомбой его называли. Или ходили на парады 7 ноября, 1 мая, 9 мая. Наверняка даже плакаты, флаги и транспаранты несли. Даже вот сервант тех времен сохранили. Наверное, ностальгия? Вопрос, а где ваш украинский суверенитет был на тот момент? Был так же, как сейчас на диване? Только сейчас на польском? Так? Да, это риторический вопрос. Хотелось бы услышать ответ. Давайте начнем по порядку. Польского дивана у меня нет, и причем здесь Польша. Мы суверенное государство, которое борется за свою независимость, продолжает бороться. 30 лет мы боролись, продолжает бороться. Я хотел рассказать вам очень такую большую личную историю. Но это целый роман надо писать. Но потом подумал, что нет. Кстати, шкаф немецкий, ГДРовский. В Совке такие шкафы не делали. Вспомните, мебель в основном котировалась румынская, немецкая, импортная, скажем так. Вот.